Каждый идущий в ногу со временем человек хоть раз в жизни сталкивается со словом «мода». Этот термин присутствует повсюду, и в бытовой технике, и в автомобилях. Но особое значение мода имеет для сферы очень близкой именно нам, девушкам. С приходом нового фэшн-сезона заядлые модницы активно готовятся к следующему. А где же почерпнуть полезные идеи для стильных образов? На помощь приходит несколько руководств. Всевозможные глянцевые журналы, популярные фэшн-блоги. Но львиную долю информации можно почерпнуть из первоисточников. Дизайнерских модных показов. И так подходит к концу весенний марафон модных недель. Стартовал он в Нью-Йорке, продолжился в Лондоне и Милане, а сейчас все модное сообщество переместилось в Париж. Самые запоминающиеся образы и тренды грядущего сезона в материале Татьяны Волковой. Изо всей большой четверки модных недель Милан считается самым роскошным. Новая коллекция сезона «Осень-зима» подарили модницам немало восторженных эмоций, а создателям одежды, вдохновения и тем для размышлений. Спокойная и уютная коллекция Тро предложила расслабленный стиль. Длинные шерстяные пальто, мягкие джемперы, бархатные платья, удобные шелковые брюки и длинные шарфы. Идеальные элементы осеннего гардероба. Цвета исключительно природные, ягодные и травяные оттенки. Мы большое внимание уделяли тканям. Наносили сложный принт, чтобы создавалось ощущение многослойности рисунка. Почти вся верхняя одежда двусторонняя. Это очень удобно. В то же время общий образ достаточно расслабленный. Я стремилась прежде всего к индивидуальности и свободе выражения. Новый креативный директор «Дома Гуччи» Александра Микелли сумела хватить самый широкий диапазон образов от консервативных костюмов до неформального стиля 80-х с огромными плечами и яркими расцветками. Отдельного упоминания заслуживает розовое чудо – шуба «Барби стайл». Восторг вызвали сюжетные вышивки с цветами и животными и роскошное платье в пол, напоминающее средневековые или сказочные наряды. Дольче и Габбана подхватили сказочную тему, выпустив на подиум диснеевских принцесс. Современные золушки и белоснежки дефилировали в бальных платьях с пышными рукавами. Для пущей красоты, богатый декор и обилие аппликаций. Дизайнеры не побоялись переборщить. На жакетах распускались прекрасные цветы. А блестящее платье в конце показа буквально ослепили зрителей. Блистательное дефиле сменило пламенное шоу «Маскина». Опасные игры с огнем устроил дизайнер бренда Джереми Скотт, вдохновившись романом Тома Вульфа «Костры тщеславия». Сначала на подиум вышли модели, похожие на героинь боевиков 90-х. В кожаных кепках и юбках, колготках в сеточку и с цепями вместо украшений. Вторую часть коллекции словно опалили огнем. Модели выходили в дымящихся платьях. А на одну из девушек и вовсе надели люстру из кристаллов «Сваровский». Традиционно более 80% представленных брендов в Милане – это местные дома моды. В то время как Париж собирает лучших кутюрье со всего мира. Неделя моды здесь началась всего через несколько дней после завершения показов в Милане. Японские дизайнеры славятся умением совмещать множество цветов, фактуры тканей, чтобы в итоге достигнуть точки равновесия. Исэй Мияки – один из самых ярких представителей этого направления. В парижской коллекции бренда использован инновационный способ получения складок, названный «Baked Stretch». Специальный клей наносят в виде печати на ткань, а затем запекают. В процессе клей расширяется, формируя складки. При нагревании трансформируется не только ткань, но и цвета. Сначала мы красим ткань в желтый или голубой. После того, как она запечется, добавляем темно-красный или синий. Сверху ткань становится темной, а снизу – светлой. Таким образом при движении создается особый трехмерный цветовой эффект. Как всегда, одна из самых обсуждаемых и ожидаемых – коллекция «Диор». Она стала первой линейкой без участия Рафа Симмонса, который оставил пост креативного директора бренда. Авторы, дизайнеры Серж Рюфье и Люси Мэйер открыли показ повседневными образами – черное-синее пальто с розовыми или желтыми рубашками. А главный акцент в новой коллекции дизайнеры сделали на открытые плечи. Их оставили не только в жакетах и платьях, но и в замшевых бомберах и меховых манто. «Диор для меня не меняется. Даже после ухода Рафа Симмонса это все равно Диор. Мне нравится мое пальто от новых дизайнеров. Все главное осталось – красота, стиль, мастерство». В нынешнем сезоне в Париже свои коллекции представляют 92 бренда из 25 стран. Самые звездные имена и самые звездные гости на показах. Парижская неделя моды – самая закрытая из всех. Попасть в главный центр показов – выставочный комплекс «Карусель Лувра» – задача не из легких. Для тех же, кто оказался без заветного приглашения, остаются показы в галерее «Лафаэт» и прогулки по модным бутикам. Татьяна Волкова, «Вокруг планеты».